Мы вернулись. Счастье с нами. И Евгения тоже с нами. Евгения, только что с доклада, свеженькая. Скажи, как все прошло? Вроде бы прошло хорошо, но с моей стороны, когда тебя слепят софиты, когда ты видишь зал очень в общем. Я, наверное, просто фидбэк прошу. Жду, когда все организаторам заполняют свои таблички, что мне там поставят. Мне очень интересно, потому что на самом деле тема классная, когда ты не просто выходишь и рассказываешь, потому что рассказываешь однозначно о том, что наболело очень сильно. А вот как на это другие отреагируют? Есть ли у них такая же боль? Помогло ли это им чем-то? Вот это уже здорово. Это хороший фидбэк. У нас точно есть такая же боль, как у тебя. Я рассказывала про рекрутинг, про классику в рекрутинге, то есть воронку, как мы ее анализируем внутри нашего агентства, зачем мы ее анализируем, что у нас обязательно для анализа есть целевая воронка, чтобы нам ориентироваться было на что, потому что, ну что, ну посмотрели, ну вот такой показатель. Какие показатели для нас являются основными проблемными? И как мы говорим бизнесу о том, что это показатели проблемные, как мы мотивируем бизнес вообще в принципе что-то с этими показателями сделать со своей стороны, потому что не всегда именно HR может повлиять на эти показатели. То есть это чисто бизнесовые такие вещи. Да, расскажи про проблемные показатели. Вот, ну как бы, ты работаешь с заказчиками, они говорят, вот у нас 9 этапов собеседования. Вот он сначала должен сделать два тестовых задания, вот этот психологический тест пройти. Корректура Бурдона, у меня последняя фишка была, когда корректуру Бурдона давали руководителем отдела веб-разработки. То есть у меня был, знаете, астролог, поэтому... Дак рождения, да, я тоже про такое слышала, это просто... У меня отозвали оффер. Внимание, отозвали оффер у кандидата, потому что он не понравился, его наталья на этом карте не соответствует. Сделали оффер, а потом отозвали. Ну это тема следующего кандидата. Как доказать, что это плохая идея? Ну, нам, на самом деле, как агентству с этим проще. Если вот честно могу сказать, заказчик совсем, которому не доказать, ну вот как с корректурной пробой Бурдона. Ну серьезно, ну знаете же, что это такое? Ну вот, это ад и трэш. Плюс к этому еще полиграф с вопросами употребляли ли вы когда-то наркотики. А вот это надо написать на бумажке и поставить под этим подпись. Ну, в общем, к сожалению, вот в такой ситуации, наверное, ничего не можем сделать и расстаемся с таким заказчиком. Если нет, если действительно можно что-то сделать, тогда к бизнесу идем с аргументами. Вот прям с реальными железными аргументами. Если они не в рынке, ну достаточно стандартная ситуация. Вот аналитика рынка, вот офферы, которые получают сейчас кандидат на преофферы. Они часто об этом рассказывают, что вот выдают такую информацию. То есть с какой-то конкретикой идем. Ну, несмотря на каком этапе это проблема. То есть не принимаются офферы или там не делают предложение. Смотрите, вот на этом этапе отваливается 80% кандидатов, которые казались целевыми на предыдущих трех. Типа что-то тут не так. Да, тут чаще всего не так конкретно с человеком. И здесь есть два варианта. Либо мы этого человека учим, он готов учиться и хочет учиться. И тогда, да, мы рассказываем про то, как проводить собеседование, как оценивать кандидатов, как оценивать софты. И там чуть ли не в интервью по компетенциям уходим и присутствуем сами. А если человек учиться не хочет, то всегда есть возможность идти на шажочек выше. То есть к человеку, который финансово заинтересован в подборе. И тогда тот человек, который не хочет подбирать, у которого у всех кандидатов не горят глаза, сразу же глаза загораются и команда есть. Сколько вы вообще, сколько вы показателей меряете? Много. Сколько у вас воронки этапов? Ну, мы проводили опрос, у нас были ответы там от 3 до 27. Ну, у нас, наверное, где-то посерединке. У нас, наверное, 16-17 надо считать. Но у нас еще зависит от конкретного проекта и от конкретных процессов у работодателя. Потому что у кого-то классно одно интервью и может быть оффера, может быть не быть оффера. А у кого-то там 2 действительно тестовых заданий, 9 собеседований, а потом еще финал, а потом еще полиграф и что-нибудь. Еще что-нибудь. Какая-нибудь еще прелестная штука. Да, вот метрик много. Есть ли среди них реально бесполезные? Не знаю, я тоже часто сталкивалась, когда я там прихожу в команду рекрутмента и говорю, ну, расскажите, что вы измеряете, какие есть данные. Они говорят, о, у нас столько даты, вот, мы храним там 5 лет информации о том, вот, как мы нанимали то, что проходило. Я говорю, о, как замечательно. А что вы делаете с этими данными? Они такие, ну, как бы, а что ты делаешь? Вот вам наша дата. Мы же собираем, мы молодцы, мы собираем. Да. Вот, вот, расскажи про такие метрики, которые тебе кажутся ненужными, бесполезными, или вот почему они такими становятся? Ну, я считаю, что вообще любая, любая метрика, она полезна. Вопрос, если ее анализировать и если ее сравнивать с чем-то. Есть, если это просто набор данных, у меня, у меня response rate 30%. Круто, зашибись, молодец, Женя. А это много или это мало? И что это вообще тебе дает? Да. Если мерить, то, наверное, любая метрика полезна. Ну, вот, я так холиварно отвечу. Вот, я считаю, что бесполезно мерить количество принятых офферов. Да. Окей, почему? Почему? Ну, потому что... Ой, а здесь же только цензур надо. Знаете же песню Гребенщикова «Подмога». Какой смысл считать, сколько раз нас обманули? Ну, то есть мы меряем количество сделанных офферов и количество вышедших кандидатов. Я на своем как раз докладе говорила, что вот сейчас обострилась борьба за кандидатов. У нас больше 50 кандидатов, которые приняли уже оффер. В процессе вот этой своей отработки они получают либо контр-офферы, либо они какие-то получают другие офферы. И 50% кандидатов с нами этим поделились. То есть они как-то заколебались и надо было с ними работать. Остальные, может быть, просто не поделились как-то. Вот это надо сейчас измерить и это у меня в планах стоит, чтобы опрашивать всех кандидатов на выходе, что вы получали в процессе. И я думаю, что я получу какую-то высокую цифру. И очень часто кандидат, если его не трековать на вот всем этом периоде отработки, он просто потом говорит, ой, слушайте, ну мне сделали лучше оффер, к сожалению. Я не выхожу. Я не выхожу. Я не выхожу. Я не выхожу. Да, да, да. Поэтому сколько приняли офферов, ну, наверное, смысла особого мерить нет. Ну, я могу продать оффер так, что человек мне сейчас скажет, да, бери меня, бери меня полностью. А завтра он сядет, подумает, там, не знаю, поговорит с мамой, папой, женой, собачкой и решит, что на самом деле ему там надо релацироваться в Грузию. И смысла от того, что принят у меня этот оффер, но человек не вышел, от этого деньги никто не заплатит. Ну да, либо он у тебя принял оффер и не прошел потом испытательный срок. Вот это вот втюхать оффер, мы все это можем продать, а человек через два месяца понимает, что, скажем, здесь не все так радужно, как было. А мы где-то умолчали, где-то приукрасили, ну, хорошо, не приукрасили, но сменили акценты, скажем так, человек через два месяца. А у нас у всех гарантийные обязательства перед заказчиком, хоть ты инхаус работаешь, хоть ты агентство. Ну, инхаус это еще обиднее, потому что ввалили в этого кандидата уже столько денег, его адаптировали, его там обучили, ему, не знаю, выслали какую-нибудь технику, его оформили. Я считала, когда-то эти затраты вот на таких уволившихся на испытательном сроке, это просто вот огонь. А все вот эти системы наставничества, сколько времени убивают лиды на то, чтобы его сейчас ввести, а потом опять начинать. Поэтому... Ну да, я про то, что мы обычно, ну, чаще всего я встречаюсь, что воронка подбора заканчивается метрикой, вышел на работу. Но на самом-то деле мы должны, кажется, что заканчивать моментом прошел испытательный срок, потому что весь процесс рекрутинга, он в конце концов выливается в прошедший или не прошедший испытательный срок. Ну, кажется, многие уже к этому переходят, но воронка удлиняется, часто ответственностью рекрутмента становится доведение кандидата до конца испытательного срока, потом он передается в институт HRBP, как уже полноценный сотрудник. Ну да, 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 мне кажется, это правильный подход, потому что тогда и рекрутер будет изначально, у него будет задача не условно втюхать кандидата побыстрее, да, а действительно его подобрать долгоиграющего, скажем так. Вот. Что касается всяких финансовых метрик, что вы включаете в стоимость подбора? Я знаю компанию, которая в стоимость подбора включает чуть ли не там амортизацию мебели. Я про это тоже в докладе говорила, у меня тоже целый слайд есть. Для нас, как для агентства, на самом деле сложно посчитать стоимость подбора у заказчика. Я, когда выходила один раз, да не, не один раз, к заказчику вообще с подсчетом стоимости подбора, я ему считала фод. На самом деле, если там достаточное количество собеседований проведено, и если там участвовала, например, команда там из леда и синера, там набегает такие суммы, что страшно становится. Если мы говорим о том, что мы считаем внутри у себя, как у агентства, то мы, естественно, считаем затраты на источники подбора, все эти хэдхантеры, куда без них, хабры, линкедины, автоматизация у каждого своя, ну, как минимум, там, фантом, бастер, тот же самый покупается. Это АТС, наши базы, ханфлоу, как минимум, это тоже есть, мы считаем фод, обязательно туда уходит, мы считаем какое-то программное обеспечение, которое еще туда входит, ну, на самом деле, вот в наши внутренние затраты остальное уходит на административные расходы. Когда я работала в хаус, я считала вот почти все как раз, я считала затраты на подбор в рамках источников туда же АТС, я считала затраты на фод непосредственных участников подбора, это сорсер, рекрутер и команда подбора, нанимающие те, кто проверяет тесты, и нанимающие лиды, кто проверяет тестовые задания, потому что часто бывает такое, что вот у нас тестовое, два дня примерно его надо делать, а потом же его еще надо как-то проверить. Да, и те, кто проверяет, тоже тратят на это время. А дальше идет веселее, дальше это фод непрямой, то есть это у нас пока нет человека, это затраты на переработки, затраты на консалтинг, затраты на премии, там, тем, кто что-то перерабатывал. Следующий момент, я сюда включаю все-таки затраты на обучение и на адаптацию, потому что не всегда получается подобрать человека с теми хардами, которые нужны. Иногда бывает такое, что вот подобрали и сразу ты идешь на обучение. И вот прям обожаю вишенка на торте, когда финансисты помогают посчитать опущенную выгоду. Потому что когда, например, поиск человека ведется там 3-4 месяца, и всегда стоит проект, или даже не стоит, но двигается гораздо медленнее, чем нужно, но он должен был там, не знаю, месяц назад уйти, или там у тебя клиенты выкатывают какие-то штрафные санкции за это, то стоимость подбора, она улетает в космос. И, ну, самое прикольное, что вот заказчики Хайдпенджер этого не видят. Они, как обычно, вот, ну, если вспоминаем хаус, крупный ритейл, это там еженедельное собрание у директора, приходит туда какой-нибудь директор департамента и говорит, вот здесь вот мы молодцы, мы все сделали, а вот это мы не сделали, потому что нам человека не хватает. Ох, любимая. Да. Я ко всем сегодня прихожу, и все и боль. Да, это правда. Слушай, вот ты поработала, и у тебя есть опыт и инхаус, и агентство. Стоимость подбора объективно, то есть, сейчас мы все работаем в агентстве, и сразу хочется сказать, скажи, почему агентство нанимать в эти дни? Вот, но вот объективно, по твоим ощущениям, где выше стоимость подбора? И в каком случае надо привлекать агентство, не надо привлекать? Ну, это сложный вопрос, действительно, потому что сразу хочется продаться. Это зависит от того, насколько подбор выстроен, и сам процесс, в принципе, выстроен внутри компании. Да, и какая потребность есть. То есть, если есть какой-то всплеск, когда вот мне нужно через 3 месяца получить 200 разработчиков, нанять команду рекрутеров, обучить их в своих стандартах, ну, практически нереально. Тогда, конечно, единственный вариант агентства. Если мы говорим по цене, здесь я, ну, все-таки, если есть своя команда, своей командой, наверное, закрыть дешевле. Да, и им проще найти взаимодействие с своими хайринг-менеджерами, да, внутри. Они все-таки все вместе работают. Но в то же самое время агентство – это большая экспертиза. То есть, работаем с разными, знаем рынок, понимаем, где. И у нас, например, есть такой инструмент, который на старте вакансии позволяет сказать, что, слушайте, сорян, там, шансы закрыть эту вакансию, там, 20-30 процентов. Ну, вот, ну, 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 вот, сори. Вот, в то время как команда внутренне будет лопатить. Я вот как раз работаю in-house, ну, там, в разных компаниях присоединяюсь. И у меня есть прям такой отработанный, не знаю, чек-лист, когда нужно кадровое агентство, а когда нужно продолжать нанимать in-house, и какое нужно кадровое агентство. Я еще там на разных рынках работала и так далее. И вот основные причины, когда правда дешевле in-house, это или когда вы занимаете кого-то супернестандартного, то есть вы решили, там, открывать представительство в Бразилии, и вам надо впервые в жизни в Бразилии нанять, не знаю, какого-нибудь project-менеджера. Вот, лучше брать местное локальное агентство, которые уже знают рынок, это будет сильно дешевле, они больше тебе покажут, они тебе рассказывают, как тут все устроено, покажут хороших кандидатов, скажут об их особенностях, это прям стоит за это заплатить, даже если они там стоят очень дорого. Вот, второй критерий, ну, то есть, прежде всего, это такая уникальность, да, вакансии кандидата, новый рынок, да, с которым мы совсем не знакомы, новая территория, и какие-то очень-очень сильные, сеньорные, редкие вакансии с гигантским количеством требований. Как правило, мы пробуем, типа, закрыть сами сначала, допустим, берем себе, там, месяц, когда мы такие, мы, типа, сорсим изо всех сил, всеми своими ресурсами, и если мы не находим и понимаем, блин, у нас просто нет нетворка, вот, мы идем к агентству, в котором есть именно такой нетворк, который там специализируется на продуктах, именно вот в этом. Ну, да, да, да. Вот, но это тоже, это все, возвращаясь к метрикам, это все, когда ты знаешь, вот, ты посчитал свою стоимость найма, и сможешь сравнить ее, вот, будет дороже, если мы будем там 4 месяца ковыряться и упустим выгоду, или вот мы там закоммитимся с агентством, которое скажет, вот, честное слово, за месяц закроем, вот, и будет стоить столько-то, и вот иногда в этих ситуациях агентства прям очень сильно выручают. Ну, мы, в общем, да, вернулись к тому, что без метрик мы даже не можем принять адекватного решения, привлекать агентство или закрывать своими силами. И вот на этом мы и закончим.